Жаворонушки на соломушке, прилетите к нам, принесите нам весну красную, лето теплое. Воскресный день на главной площади Владивостока развернулись народные гуляния. Для пришедших проводить зиму были оборудованы более 20 локальных площадок. Горожане в разных конкурсах проявили ловкость и смекалку. Бой подушками, хороводы и эстафеты, но особое внимание владивостокцев привлек высокий столб с подарками – блинными сковородками. Мне понравилось, как вон там вот достают подарки. Проводы Масленицы – прекрасный семейный праздник, на котором собираются, чтобы повеселиться и еще раз призвать весеннее тепло. Прихожу на площадь, смотрю, как поджигают Масленицу, и все, потом мы покупаем мороженое, либо что-нибудь еще и уходим. У нас соберется вся семья к вечеру, потому что сейчас я на работе, и мы выпьем чаю с блинами. Я очень люблю печь блины, всякие разные пеку блины, поэтому собираемся всей семьей. На Руси в дни Масленичной недели было принято ходить в гости, кататься на санях, строить ледяные и снежные крепости, устраивать уличные состязания. Наша съемочная группа решила узнать, какие традиции соблюдают сегодня в русских семьях. У нас Масленица – это обязательно праздник, обязательно дома блины, пироги. Ну, это такой праздник светлый, весенний. Встречаем обязательно его. Каждый день пыталась есть блины, и в четверг я навела у всех комнат и порядок. Вот здесь вот, на площади, и, конечно же, дома блины, ну и когда получается, конечно же, сходить в церковь, попросить у всех прощения, подготовиться к Великому посту, потому что это те праздники, которыми сильна наша страна. У нас наступил праздник Вербное Воскресенье. Мы хотим пожелать, во-первых, счастья, главное – здоровья, любви, потому что любовь – это мир. И мы хотим попросить у всех прощения, и чтобы они друг друга попросили. Всего самого светлого, доброго, чтобы все в жизни у всех складывалось хорошо. Не зря же сегодня прощенное воскресенье. Всем с праздником вас! По традиции, в последний день Масленицы сжигают чучело – главного символа холодной зимы, а вместе с ним сгорают все беды и неудачи. Олег Завьялов, Екатерина Князева, Игорь Болтов. Новости на восьмом.